День всех влюбленных или День святого Валентина существует уже более полутора тысяч лет. Впрочем, о самом Валентине известно совсем немного. По легенде, он жил в третьем веке нашей эры в Римской империи. И, по всей видимости, Валентин был настоящим романтиком и помогал римским легионерам, передавая любовные письма предметам моих обожаний. В итоге император Клавдий II, будучи менее романтичной натурой, подписал указ о его казни. Спустя столетие 14 февраля стало культовым днем, и жители Владивостока, в особенности мужчины, вынуждены ломать голову над тем, как же порадовать свою вторую половинку. На помощь приходят, как правило, бутики и магазины подарков, но наибольшей популярностью пользуются салоны флористики. Безусловно, первое – это, конечно же, букеты. То есть, к одню всех влюбленных, это букеты в виде сердец, с декором из сердец, с нежной упаковочкой, со всевозможными вставками «Я тебя люблю». Эксперты в области любовных подарков могут оформить самые невообразимые цветочные композиции. Причем, как совсем заоблачные, так и вполне скромные. Продавцы уверены, что даже студент с тысячей рублей в кармане сможет уйти с достойным вниманием и взаимностью подарком для своей пассии. В день всех влюбленных, пожалуй, лучшее решение, которое может прийти в голову занятому на работе мужчине – это прийти в салон флористики. Здесь опытные консультанты подскажут вам, что лучше подарить второй половинке. Это может быть и простая корзина с цветами, а порой и что-то совсем необычное. Администратор Валентина даже рассказала пару забавных историй, в одной из которых фигурировала, не поверите, гиря. У нас была цветочная композиция была, такая в виде гири, то есть это было для девушки-спортсменки. Вот она была там такого вот размера, ее делали прям такая... Ну это, на моей памяти, это был самый необычный заказ. Ну а так, в целом, все как-то более стандартно. Ну а юноши и девушки Приморской столицы, кому еще предстоит познать все радости и горести высоких чувств, сегодня отметили 14 февраля по-своему, соревнуясь в конкурсе праздники с нетривиальным названием «Еще раз про любовь». Помимо демонстрации актерского таланта и разыгрывания куртуазных сцен, ребята продемонстрировали знания любовной лирики 18-го и 19-го веков. Организаторы уверены, что ребятам полезно приобщаться к празднику именно в форме культурно-массового мероприятия. Это день, когда хочется влюбиться, когда мечтаешь о любви, либо любишь. И в этот момент, в этот день мы любим, влюбляемся и дарим праздник всему городу Владивостоку. К слову, на сцене ребята не показали ни намека на пошлость или черный юмор, который сегодня в таком тренде у циничной молодежи. Поэтому поцелуев на сцене не было, даже понарошку. Нет, почему? Мы показываем историю любви с благородной ее стороны. То есть это не какая-то похавщина, это красивая любовь, она сама по себе красива. Несмотря на то, что с выбором подарка у любящих пар, как и с выражением высоких чувств у школьников, не было особых проблем, стоит помнить, что любовь – это высокое и серьезное чувство. И если ваша любовь именно такая, не бойтесь проявлять ее не только 14 февраля, но и остальные 364 дня в году. Ведь, как говорили те же римляне, хочешь быть любимым – люби. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.